Волга Каждый раз, когда я смотрю на Волгу, я думаю, как же нам повезло жить у этой великой русской реки. Да, Волга и моя любовь навечена. Великая русская река, правильно как ты сказала, Волга-матушка, река-кормилица, каких только эпитетов не придумали для нашей Волги. И до сих пор появляются новые в социальных сетях, есть хэштег «Волга-мама». А значит, любите почитать Волгу этот тренд на все времена. Эко-тренд. А с вами Марина Кравцова и Марина Матвейшина в программе «Эко-тренд». Далее в программе. Пока все уходит под воду, бесстрашные туристы отказались от эвакуации с палаточного лагеря. Да нет, не страшно. Почему? У нас тут лодка, ребятишки, мы из-за детей тоже не боимся. Удивительное открытие Волжских берегов. Ученые разгадали загадку гадюки Башкирова. Мы доказали на уровне змей скрещивание карманьонца и неандертальца. Найти и обезвредить. Активисты ударили рейдом по незаконным сетям и роколовкам. Вот так будет со всеми сетями, которые стоят на великой русской реке Волги. В этом году Волга заставила говорить о себе каждого. И любителей палаточного отдыха, и незадачливых самарцев на пляжах, на набережной и даже жителей Новокуйбышевска. Сейчас вода в Волге поднялась до небывалых для середины лета отметок. Из-за этого подтапливает низины. Так дорога к пляжу в районе реки Кривуша скрылась под водой. Уровень воды над дорогой поднялся примерно на 40 сантиметров. Однако поток не останавливает ни пешеходов, ни автомобилистов. Хотя некоторые оставляют машины перед водой и отправляются отдыхать пешком. Мы приехали на машине, но на машине мы туда не поедем. Почему? Мы не знаем, как обратно будем выезжать. Да и вообще как бы опасно. Все равно уровень, я не скажу, что прям маленький. Приехали, оставили машину, уехали на ту сторону. Мы приезжаем в шоке, если честно, в легком, что увидели на мосту. А мы палатки переносили уже. Перенесли, потому что сразу нужно. Спасателям даже пришлось принудительно эвакуировать людей с пляжа. От воды спасли 27 автомобилей, более 40 человек, из них 7 детей, а также кошку и собаку. Несмотря на предупреждение МЧС о том, что вода так и будет пребывать, некоторые любители дикого туризма отказались эвакуироваться и покидать свои палаточные лагеря. Единственное, что беспокоит отдыхающих, это плохая рыбалка. Да нет, не страшно. Почему? У нас тут лодка, ребятишки, мы из-за детей тоже не боимся. Да не пойдет, она придет на метр, даже она не зато потасила. Да как-то нормально, нормально себя чувствуем, нормально отдыхаем. Подтопление произошло не только в Новокуйбышевске, а водой залиты и Самарские пляжи. Волга вплотную подступила к набережной. В последний раз такое было 23 года назад. Уровень реки Усамары сейчас составляет более 30 метров. Вода прибывает из-за увеличенных сбросов Жигулевской ГЭС. Станция перешла на новый режим работы. Сейчас сбрасывает до 20 тысяч кубометров воды в секунду. Экологи снова ругают Жигулевскую ГЭС. Именно это сооружение так неумолимо портит экосистему Волжского бассейна. Рай для синезеленых водорослей Волги наступил с постройкой гидроэлектростанции. Проточность воды уменьшилась. К тому же энергетики установили режим устока. И теплая, практически стоячая вода зацвела. Аномальная жара 2010 года показала водоросли – серьезная опасность здоровью человека. Жара отступила, но водоросли уже не остановить, констатируют ученые. Чистить Волгу – одна из самых главных задач, трубят ученые всей страны. Каким образом почистить Великую реку, науке известно. Но стоит это миллионы рублей. Поэтому пока все разработки томятся в лабораторных пробирках. Менингитом дети заболели, напившись водички, все прочее. Мало пока, мало. Я кощунствую, понятно. Но для правительства мало. Вот когда появится большая эпидемия, все скажут, ой, надо же Волгу чистить. Поэтому мы давно уже стали поднимать вопрос о том, что нам необходима государственная, федеральная программа. Но даже не программа, а национальный проект. Проблемами воды Институт экологии Волжского бассейна занимается уже 30 лет. Создавался он на базе биостанции, которая была призвана наблюдать за процессами в водохранилище с момента его создания. Позже научные сотрудники биостанции поняли, что Волжский бассейн – это не только вода, но и берега и все, что растет и живет здесь. В институте более десятка лабораторий, каждая специализируется на чем-то своем. Научный сотрудник Анастасии Поклонцева каждый рабочий день проводят в змеиной компании. Нет-нет, не коллег. Самые настоящие змеи, пойманные на территории Самарского региона. Подопечные Анастасии – не ядовитые. Самым уникальным, пожалуй, можно назвать узорчатого полоса, то есть как раз вот эту змею, он считается третичным реликтом жигулей. Это значит, что здесь во времена леденения он сохранился, здесь было, скажем так, так называемый рефугим, то есть укрытие для него. И это самая северная популяция в Европе, то есть севернее, чем здесь у нас на Самарской луке, узорчатый полос не встречается. Особый экземпляр в террариуме – гадюка Башкирова. Это совершенно новый подвид гадюк, найденный в бассейне Средней Волги. Совмещает в себе признаки гадюки обыкновенной и гадюки степной. Ученые института доказали, что появилась она в результате естественного скрещивания двух разных видов гадюк. Это большое научное открытие. Это все равно, что если утолировать, мы доказали на уровне змеи скрещивание карманьонца и неандертальца. Здешние ученые пристально наблюдают за изменениями флоры и фауны. И даже знают ответы, почему это происходит и как предотвратить негативные последствия. Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и во всей Европе. Ее протяженность составляет почти 4000 километров, а площадь бассейна занимает 8% от площади России. По берегам ее сосредоточено множество промышленных предприятий и сельскохозяйственных угодий. В Волга – место обитания десятков видов рыб. Окунь, карась, плотва, лещ, судак. Этим летом удалось спасти от браконьеров тысячи рыб. Рейды рыбоохрана проводят ежедневно. Из воды достают незаконные сети и роколовки. Особенно они опасны в период нереста, когда запрещена и любительская, и спортивная рыбалка. Один такой рейд длится 4-5 часов, и за это время удается вылобить из воды около 400 незаконных орудий лова и отпустить в воду больше 200 килограммов живой рыбы и раков. Бросить кошку в воду для непосвященного человека звучит бесчеловечно. На самом деле кошкой называют специальный крюк, которым сотрудники рыбоохраны ищут и вытаскивают незаконные сети, бредни и роколовки. Ловить рыбу ими в Самарской области запрещено. Сеть, я уже как сказала, относится к орудию массового истребления рыбы. То есть сети, они около 50 метров в основном. И как часто наши браконьеры используют сетные орудия лова китайского производства. Они вообще у нас запрещены на территории Российской Федерации. Но, тем не менее, они находятся в свободной реализации. То есть она стоит около 300 рублей, не возникает никаких проблем. Поставить эту сеть, рыба запутывается, то есть она погибает. Во-первых, самая леска, с которой она плетется, она не нитяная. Рыба запутывается, она задыхается. И она идет, она мелко, она попадает туда вся абсолютно. Совместный рейд рыбоохраны и общественников «Волга без сетей» проходит сегодня на реке Самара. Проблема браконьерства в водоемах области стоит остро, говорят они. Часто специалисты находят и брошенные сети. Спасать рыбу и раков от браконьеров специалисты выходят каждый день. Рейды проходят не только в нерест, но в это время поиски идут особенно тщательно. Обнаруженные сети ловушки никогда не возвращают владельцам. Их в обязательном порядке сжигают. Вот так будет со всеми сетями, которые стоят на великой русской реке Волги. Ироколовки пойдут тоже в такой же огонь. Если удастся сдержать владельца сетей ироколовок, нарушителю выписывают штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Иногда, в зависимости от количества сетей и вида рыб, браконьеру грозит уголовная ответственность. Такие же проверки проведут на Волге, реках Сок, Кривуша, Большой Кинель и в районе Куйбышевского водохранилища. В то же время рыбалка-удочка из берега вполне себе разрешена и приносит массу радостных эмоций. Это видео в интернете набрало более полутора миллионов просмотров. Главный герой ролика, пенсионер из Вологодской области Виктор Гончаренко, снимая себя на камеру, громко кричит и искренне радуется. Самарский рыбак Александр Захаровск камнее. Клюет даже на червя. Но рассказывает и у него бывают эмоции, зашкаливают. Правда, от предвкушения рыбалки. Когда был подростком, мог не спать до самого утра. Так волновался, как бы не проспать, да не забыть все снасти и поймать свою рыбу мечты. Ваш личный рекорд. Какая самая большая рыба? Щука на 3 килограмма. Ну, примерно метр. Вот такая. Следить за поплавком для этих мужчин всего лишь детская забава. У профессиональных рыбаков на Михайловском пруду все серьезно. Рыбалка выглядит как настоящая спецоперация. Ловись, рыбка большая и маленькая. Сеть длиной почти в километр. Растягивают во всю ширину пруда. Поймать планируют ни много ни мало тонну рыбы. Вытащить такой улов рыбакам самим не под силу. На помощь приходит спецтехника. Тракторы тащат сеть. Бригада рыбаков контролирует и корректирует процесс. В бригаде 15 человек. В детстве все каникулы они проводились с удочкой на речке. И только мечтали о круглогодичной рыбалке. Мальчишеская мечта сбылась. Только удочки убрали в самый дальний угол. На рыбалку я не хожу. У меня вот рыбалка. Пустая, времени нет. У нас сейчас кормление начнется, лечение начнется и прочее, прочее, прочее. Весь улов рыбаки сортируют. И на удивление непосвященным рыба покрупнее отправляется обратно в пруд. А все, что помельче, в бочке. Мальки или 100-граммовки, как их называют на профессиональном рыбацком языке, большой дружной компанией по 200-400 килограммов пойдут на новое место жительства. В пруды и озера области. А сейчас немного эко-новостей от Дмитрия Лопатина. Здравствуй, Дима. Привет, Марин. Привет, Марин. Привет. Расскажи, как сами жители могут заботиться о чистоте рек и озер. В общем, добровольцы планируют очистить 50 километров береговой линии в Самарской Луке от мусора. Убираться в заповедных местах региона будут участники движения «Неси добро». В основном это школьники. Экологический десант отправился из Самара в Ширяево, дальше в Гаврилову поляну и в Подгоры. А я, кстати, познакомилась с этими добровольцами, когда они отправлялись в свой эко-поход. Ставить палатки и разводить костры многие из них научились в походах. Экологический десант готовится к отправлению на противоположный берег Волги. От Ширяева в Каменную чашу, потом на Гаврилову поляну и в Подгоры маршрут составит около полутора километров. В числе экологов-добровольцев в основном в школьники. Многие из них уже не в первый раз. В поход участники движения «Неси добро» отправляются уже в седьмой раз. Присоединиться к ним могут все желающие. В прошлом году добровольцы очистили от мусора более 20 километров береговой линии. Мы очистили близлежащие водоемы от мусора и составили интерактивную карту свалок и каких-то мусорных скоплений. Те свалки, которые были нанесены на карту в прошлом году, они исчезли с лица. С лица нашей земли, можно сказать, матушки. Сейчас это зеленые лужайки, абсолютно не захламленные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В островах Зелененький, Поджабный, Голодный и в других местах активного отдыха самарцев. Хотел бы отметить положительную тенденцию, потому что с 2009 года данные мероприятия проводятся. Все больше и больше приносят отходы, а не захоранивают их на тех местах, где, в принципе, они отдыхают неорганизованно. На острове Поджабный установили четыре новых пункта. Конструкция разборная. Пока сюда складывают мусор, контейнеры скрыты от глаз и рук. Подряд на организации рассказывают, на площадке уже не раз покушались любители металлолома. Площадки все стоят на бетонном основании, на подушке. И на арматурах крепятся, чтобы площадку не унесло, не унесли опять же жители нерадивые. Пока одна бригада убирает мусор с площадки, другая очищает берег от тех отходов, которые так и не попали в бак. Также в этом году за счет городского бюджета установили 18 бункеров-накопителей на берегах рек Татьянка и Самара. Любить Волгу – это значит заботиться не только о ее чистоте, но и о порядке на берегах малых рек и озер. Ведь все взаимосвязано и, как известно, все равно все впадает потом в Волгу. А как вы заботитесь о чистоте Великой Русской реки? Расскажите об этом в нашей группе Самара «Чистый город» социальной сети ВКонтакте. Также ждем историй о ваших соседях и о вас, о тех людях, которые делают окружающий мир чище, красивее и прекраснее. А мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания. Берегите природу. Будьте в тренде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова